приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу самые сильные и лучшие танки для прокачки самые свежие сильнейшие танчики в этом видео вы увидите я буду рассказывать про 10 уровни и если в их ветке есть еще интересные танки также буду упоминать и их и в конце видео будет еще переход на другое видео где буду подробно про каждую ветку рассказывать если вам интересно можете еще посмотреть и его и так давайте начинать самые сильные и офигенные танки для прокачки на данную минуту сильнейший танк в рандоме кранваген обязательно прокачки наверное для всех на нем показывают сейчас невероятные результаты это очень сильный танк и очень сильная ветка и 9 и 8 уровень невероятно сильные самые высокие планки на 3 отметки среди прокачиваемых танков и на 8 и на 9 и на 10 уровне что показывает что эта ветка очень сильная и люди показывают хороший результат и значит танк способен на многое а играется он довольно таки просто мы находим любой рельеф через который мы можем играть от башни башня у нас очень крепкая в нее не пробьет никто если мы ее не довернем никуда просто смотрим на врага прямо иногда прячем свои личики для этого нужно поднять орудие вверх и не показываем врагам корпус все из минусов у танка немного пониженное пробитие поскольку если пищей пробитие было очень большое танк был бы ну чрезмерно имбовый он и так набивает очень много урона каждый бой тем более сейчас наступает эра бронированных танков и ватные танки сейчас в рандоме играются сложнее чем раньше из-за фугасов поэтому такие танки как кранваген и выходит на первый план следующий танк 10 уровня который обязательно тоже нужно прокачать это 60 тп ливандовского огромный разовый урон что позволяет нам намного реже выставляться под врагов для выстрела за счет этого мы меньше теряем хп наносим большую свою альфу и закатываемся назад в укрытие вот такой простой геймплей у танчика из особенностей на этом танке нельзя ромбовать поскольку когда мы доворачиваем корпус на корпусе открывается щека которая легко пробивается но когда мы стоим ровно уязвимые места у танка довольно таки небольшие и их не так уж легко выцелить этот танк крайне прост по геймплею и на нем тоже очень большие результаты делают многие поскольку танк крайне прост в использовании никакого напряга на нем не будет ветки более-менее прикольная восьмерка но она не совсем тяж она ближе к ст-шкам ну а девятка это скорее не рыба не мясо переходящий танчик вот мы посмотрели на два очень сильных тяжелых танчика оба они разного геймплея и добавим сюда еще третий тяж почему бы и нет ведь сейчас эра бронированных танков объект 277 и у этого танка тоже геймплей совершенно кардинально отличается от двух предыдущих это тяжелый танк про скорость очень быстрый он может спокойно ездить на направлении с ст-шками на нем тоже крайне высокий делают все результат за счет того что у него неплохая альфа неплохой дпм он очень быстро везде всегда успевает и у него невероятно крепкая башня в которой довольно таки сложно что-то выцелить там есть микро лючок в который еще попробуй попади его даже мышкой нащупать тяжело поэтому если у вас прямые руки вы статистки ловик то это танк обязательно должен быть у вас в ангаре чем прямее руки тем выше результат будет на этом замечательном танке ну и добьем уже дальше тяжелые танки еще один замечательный тяжелый танк который стал таким не совсем давно поскольку его апнули это из 4 из 4 крайне бронированным стал у него башня которую вообще нереально пробить у него борта не пробивается тоже вообще практически никак и только если вы лоб корпуса покажете то его можно пробить это это будет тоже не так уж и легко поэтому рамбуйте на этом танке прячьте корпус и вас вообще не пробьют он стал нереально бронированным если раньше его легко пробивали картошечка ему обнула броню и теперь ты его фиг куда пробьешь неплохое орудие со стабилизации но у венчика у танка не так уж и много за это все нужно немного и расплачиваться танчик невероятно сильный ну и последний тяжелый танк который я посоветую это е100 у него ветки есть еще замечательный е75 это два отличных тяжелых танка немецкие квадратные большие ставите ромбики вы даете свою альфу врагам ничего сложного у этих танков нет главное прятать большое нлд и будет вам счастье у е100 пробивается планка на голове на самом верху на башне у е75 пробивается лючу поэтому стоять как столб нельзя нужно двигаться и будет все отлично у обоих танчиков неплохое орудие с пробитием с альфой танки очень сильные ну и цепанем ст-шки одни из самых сильнейших это польская cs63 крайне быстрый танчик неплохие наклоны брони но толщина маленькая поэтому против подкалиберов танк танкует неплохо против бы больших аккумулятива танк танкует плохо поскольку там есть только наклоны самой толщины нет поэтому имейте ввиду против кого вы играете против некоторых врагов можно будет быкануть от башни а вот против остальных которые стреляют бэвэшками и кумулями лучше вообще не показываться у танка есть два режима с включенной турбиной и выключенной в одном режиме мы быстро едем и криво стреляем в другом мы едем медленней но стреляем точно у танка хороший дпм он очень быстро может носиться по карте с горы можно разгоняться до 90 километров по прямой там 70 лишь сколько там он летит просто ужас можно спокойно не то что с ст-шками ехать с лт-шками не каждая лт-шка обгонит этот танк но чтобы полностью реализовать его нужен конечно же скилл танк очень сильный но нужны сильные руки а вот следующий танчик стб-1 будет конечно попроще у него есть подвеска интересная которая позволяет нам опускать поднимать корпус когда наша скорость маленькая то танчик автоматически опускает поднимает корпус когда она не хватает у венов танк наклоняет корпус и у венов хватит вам чтобы играть через любой рельеф также у нас лютый дпм скорострельность просто жесть неплохая точность и стабилизация единственно что этот самый корпус из-за подвески опускается поднимаются не сильно быстро поэтому на это нужно время если не спешить то будет все нормально если спешить то будет неудобно и за своего дпм и крепкой башни на танке очень легко набивать большие цифры урона каждый бой но нужно прятать корпус играть аккуратно и иметь конечно же прямые ручки ну и в конце еще два хороших танка они оба тяжелые но немножко уже староватые и на них будет не так легко поскольку у них на башне имеются лючки которые нужно перекрывать орудием поэтому я их немного отдельно вынес не каждому захочется своим орудием как палкой махать сверху там муха гонять это супер конкурер и т110 е5 если супер конкурер это больше про медлительность состояния и ранее от башни дпм на и точное стабилизированное орудие то т110 е5 это тоже дпм на точно стабилизированное орудие но этот танк больше про подвиж чем про игру от башни в обоих на голове имеется лючок у т110 е5 там вообще шишка огромная у супер коня там лючок поменьше но его на самом деле тоже не сложно пробивать эти танки на любителя могут понравиться не каждому поскольку нужно научиться орудием перекрывать лючок а то вам будут настолько часто пробивать этот самый лючок что вас будет немного подташнивать от этой игры от башни имейте это в виду также у т110 е5 в ветке есть интересный танчик т29 который тоже замечательно играется от башни на седьмом и левеле а у супер коня на восьмом уровне есть кернерван который тоже играет хорошо от башни у него конечно толстенький корпус не особо бронированный но орудие такое дпм на что разрывает одноклассников в клочья главное правильно его использовать также еще по статистике самый сильный танк прокачиваемый на десятом уровне это мантикора у него самая большая цифра суммарки на три отметки настолько большая что она сравнима с в многими имбовыми танками за гк но это уже в сторону лт водов танчик интересный с альфой с лютой маскировкой про пассивный засвет и выдавание альфы когда надо танчик конечно на любителя и на нем нужно учиться играть но я думал того да и сами там уже разобрались какой у них лт самый классный я назвал вам самые сильные танки 10 уровня и некоторые танки из их веток их нужно обязательно прокачать если вы играете world of tanks для того чтобы кайфануть от игры от этих танков и у каждого из них свой уникальный геймплей на каждом из них нужно научиться чтобы их реализовать в этом тоже есть свой интерес а если еще и там три отметочки пойти набить на них отметочки то это будет двойной кайф с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока